По следам осеннего течнет или танцы с бубном. Автор Андрей Бешков. Статья за 22 марта 2008 года. После осеннего течнета 2007 года в сети появилось много фотографий наших бубнов. Дается название. Тем, кто их не увидел, демонстрирую снова. Это, в общем-то, и не удивительно. Вещь в обиходе IT-специалиста незаменимая. Опять же, фольклор админский обязывает иметь что-то подобное на рабочем столе. Слышал, что не только мы, но и 1С выпустила свою версию этого инструмента. Видеть их вариант, к сожалению, не удалось. Буду благодарен, если пришлете фото для коллекции. Вот и моя очередь пришла сделать что-нибудь для мирового сообщества любителей настучать в бубен. Публикую фото из Хабаровска. После весьма удачного выступления в этом городе мы с Антоном Белоусовым нашли желающих дружить. И дружить не просто так, а по-особенному. Раньше люди дружили с семьями или домами, а теперь вот и бубнами научились. Я пока не знаю, как это, но обязательно постараюсь разведать. Может быть, кто-то из читателей научит. Вообще, тема бубнов, особенно админско-шаманских, показывает, что креатив и чувство юмора в нашей профессии еще не перевелись. Иначе откуда бы столько вариаций этого, казалось бы, незатейливого, но мощного прибора. А может быть и вправду взглянуть с саркастической улыбкой на индустрию, в которой работаешь, просто жизненно необходимо. Иначе пришлось бы все бросать и менять профессию. Так что давайте посмотрим более внимательно на творчество коллег. Возможно, для некоторых данный пост будет не более чем баяном. Все же есть надежда, что кого-то он заставит улыбнуться. Волшебства бубну можно запросто добавить с помощью простого маркера и логотипов. Заодно и кроссплатформенность появится. Еще, говорят, энергетики добавляют автографы бывалых шаманов и гуру Итимиры. Предпочтительно для накопления чудодейственной силы собрать несколько подписей. Но надо быть осторожным. Не ровен час их каракули начнут конфликтовать друг с другом. Особо продвинутые мастера делают бубны сами. Ибо говорят, тогда он работает лучше покупного. Вот вам краткий редми или объемный мануал. Как сие сделать из предметов, имеющихся под рукой любого ИТ-специалиста. Благодаря этому в мире появились специальные бубны для Линукс и Фри Би Си Ди с 32-битной цветностью и поддержкой эффектов прозрачности, автономированием CD и гибких дисков на 3,5 дюйма, встроенным процессором AMD, драйверами и утилитами. Прогресс не стоит на месте, а заодно и бубны проникают во все новые отрасли технологий. К примеру, есть варианты для оптимизации веб-сайтов и бесперебойного поиска. Первый вариант, судя по надписи, действует сразу на Google, Яндекс, Рамблер, Аппорт. Второй более узко заточен, зато дает более точный эффект. Ну и самые хитрые и меркантильные админы создают себе бубен из коробки для CD и металлических заглушек. Говорят, при умелом пользовании он приманивает повышение оклада, премию и 13-ю зарплату. Работает это или нет, мне пока неизвестно. Но есть подозрение, что после комлания деньги выдают мешками мелких монеток. Заодно бицепсы подкачиваются и пивной живот убирается. Автор Андрей Бешков. По следам осеннего течнет или танцы с бубном?